А завершился этот день для молодых ирбитчан на Бульваре Победы. Участниками молодежной акции «Время» выбрало нас стали те, для кого сегодня слова «Родина», «Отечество», «Патриотизм» и «День Победы» – это не пустой звук. И таких, несмотря на дождь, оказалось много. Не стали помехой для участников и зрителей акции ни пасмурное небо, ни даже дождь, который время от времени пытался испортить всем настроение. Ведь каждый, кто пришел в этот вечер на Бульвар Победы, шел сюда с вполне определенной целью – почтить память воинов и тружеников тыла, чьими силами в мае 45-го была одержана самая значимая победа в истории нашей страны. Молодежь должна привлекаться к тому, чтобы не забывать подвиг наших предков. Это, что очень важно. Это часть нашего достояния, нашей Родины. Каждый человек, мыслящий, должен посещать данное мероприятие. Как говорил Рокоссовский, его слова звучат, как наказ для нашей молодежи. Чтобы научиться любить живых, нужно уметь хранить память о мертвых. Программу акции, рассчитанную на два часа, сократили, но только на пару номеров. Все хотели выступить и принять участие в создании настроения этого вечера. Образовательные учреждения откликнули, с ними направили по два и четыре номера творческих. Однако только эмоциями на акции не ограничились. По уже сложившейся традиции в этот день, 10 юных ирбичан получили из рук главы города Геннадия Агафонова паспорт гражданина Российской Федерации. Ну а тем, кто в течение года доказал свою силу и выносливость, вручили значки комплекса «Готов к труду и обороне». В завершении же акции молодежь передала эстафету торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы всему городу. Ведь именно молодежь в этот вечер зажгла огонь памяти у обелиска участникам Великой Отечественной войны.